В эти минуты на 16-м километре Качукского тракта затруднено движение в обе стороны. Причиной тому дорожно-транспортное происшествие. На месте работает наша съемочная группа и на связи со студией корреспондент Александр Матрёнин. Александр, здравствуй, расскажи подробнее, что там происходит. Здравствуй, Яна. Мы находимся на 16-м километре Качукского тракта. Это между Иркутском и селом Хомутово, не доезжая двух километров. Здесь полтора часа назад произошло дорожно-транспортное происшествие. Жигули седьмой модели двигались из Иркутска в сторону Хомутово. За рулем находилась женщина. Ее водительский стаж 10 лет. Из-за дождя и плохой видимости она съехала в кювет. Ее машина увязла в грязи. Чтобы как-то выбраться из этого плена, женщина стала голосовать на обочине. На ее призыв о помощи откликнулся водитель автомобиля ЗИЛ. Вы его видите сейчас. Мужчина с помощью синтетического троса подцепил Жигули и пытался вытянуть Жигули. Но трос порвался. Тогда, чтобы перецепить трос за фаркоп Жигулей, ЗИЛ стал отъезжать, пятиться задом. Выехал на полосу, где в это время ехал автомобиль Исудзу. Исудзу или не сориентировался, или еще по какой-то другой причине, но не заметил пятящийся задом ЗИЛ и врезался. Удар пришелся на место водителя и пассажира. Стоит отметить, что кроме водителя, в кабине Исудзу находились еще двое пассажиров. Двое мужчин. С травмами различной степени тяжести водителя и одного из пассажиров доставили в одно из лечебных учреждений города. Третьему человеку из этой кабины помощь не потребовался. Он находился на месте авария. Его состояние было удовлетворительное. Вскоре здесь образовалась из-за ДТП пробка в обе стороны. Из Иркутска, из Камутова. Ну, оперативные действия сотрудников ГАИ. Вы сейчас можете видеть, как они регулируют движение. Помогают эту пробку рассосать, как говорится, простым языком. О том, что могло случиться, что могло привести к ДТП, я хочу спросить инспектора ГИБДД по Иркутскому району Евгения Попова. Евгений Юрьевич, пожалуйста. Что могло стать причиной этого происшествия? Ну, любое дорожно-транспортное происшествие причиной становится нарушение правил дорожного движения. В данном происшествии усматривается, скорее всего, вина как водителя ЗИЛА, так и водителя Исудзу Эльф. Водитель ЗИЛА хотел помочь человеку вытащить автомашину, но не убедился в безопасности. Должен был обеспечить место выставлением знака аварийной остановки. Если ему что-либо мешало в этом, прибегнуть к помощи других лиц. А водитель, управляющий автомашиной Исудзу Эльф, видать, для него было неожиданности. Возможно, он превысил скоростной режим. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия проводятся мероприятия, оформляется данное дорожно-транспортное происшествие. Вина каждого из участников дорожного движения будет установлена позже. Мне нечего больше добавить к словам инспектора. Я напомню, интервью дал Евгений Юрьевич Попов, инспектор ГИБД по Иркутскому району. Яна, передаю тебе слово. Александр, спасибо за оперативную информацию. Напомню, на связи со студией был наш корреспондент Александр Матрёнин. Сейчас он находится на 16-м километре Качугского тракта.